Добавлю, что в октябре проходит международный месячник по борьбе с раком молочной железы. Его поддержал и медицинский город. В эти дни здесь идет конференция по проблемам реконструкции молочной железы. Одним из организаторов мероприятия выступила компания Кловер Мед. О том, как прошел первый день медицинского форума, расскажет Ольга Меншутина. Это вторая операция для молодой пациентки. Недавно врачи избавили ее от опухоли молочной железы. Но на этом работа хирургов не заканчивается. Это является стандартом на данный момент реконструкции молочной железы. Это никаким образом не влияет на то, вернется рак или не вернется. Это не зависит для пациентки. То есть выполнение реконструкции молочной железы является стандартной методикой, применяемой во всем мире. Мировые тренды сегодня обсуждают в областном центре. На открытии конференции представитель Тюменского фонда обязательного медстрахования и главный хирург области. Инициатором форума стала компания Клавер Мед. Крупнейший поставщик медицинских изделий. Мы обладаем интеллектуальными знаниями, как это делать, как обучить. У нас продукция высокой технологии, но эту продукцию, если ты не знаешь, как с ней работать, с ней работать практически невозможно. Поэтому мы представляем высокотехнологичную продукцию. Экспандеры, импланты и импланты-экспандеры. Производство этой продукции находится в Техасе, в Соединенных Штатах Америки и в Лайдене, в Голландии. То есть два завода. Два крупнейших завода, которые работают на весь мир. Для обучения современным технологиям и формат выбрали соответствующий. Операция стала наглядным видеопособием в режиме онлайн. Лучше материалы усваиваются. То есть никакие не макеты, не в книгах, а в шуру человек смотрит. Конечно, лучше усваиваются. Такие технологии в России применяют 20 лет. Все это время компания «Клавер-Мед» знакомит хирургов с мировым опытом и таким образом помогает развивать реконструктивную хирургию в нашей стране. В медицинском городе Тюмени за год проводят сотни подобных операций. Во всех возможных случаях пациенту предлагается реконструктивно-пластический этап, чтобы закрыть дефект после удаления опухоли и чтобы сохранить эстетику молочной железы. Тем самым мы способствуем ранней реабилитации нашей пациентки, мы способствуем эстетическому нижнему виду и, конечно, психологическому комфорту. Специалисты уверены, такая помощь станет еще более доступной, учитывая, что часть затрат возмещается в рамках обязательного медстрахования. Ольга Меншутина, Александр Старожук, Тюменское время.